Ледовая арена в Парке Победы значительно преобразилась. Прежде всего, она стала намного больше и вместительнее. Как рассказал директор парка Виктор Бондаренко, на катке появилась так называемая пристройка, работали над которой около года. Поле поделили на два сектора – детский и взрослый. Общая площадь катка сейчас около 2000 квадратных метров, продолжил Виктор. 600 из них – это как раз новая часть арены. Стоит отметить, что качество льда тоже улучшилось. Теперь у нас не будет перерывов для уборки льда. У нас будет убираться лед в процессе катания, потому что мы спокойно можем одну коробку убирать, на другой могут находиться катающиеся. Поэтому намного все стало удобнее, проще, интереснее. А официально открыла сезон коньков молодежь. По такому поводу устроили костюмированные катания. Новый лед оценили сразу. Как вам каток? Отлично! Кстати, юные посетители катка сразу поняли, для кого расширили арену и отметили плюсы такого новшества. Этот каток хорош тем, что здесь дети катаются на одной части, а взрослые спокойно тут, потому что дети теперь взрослые, не могут детей сбить спокойно. Многие катаясь даже не задумываются, что подо льдом находятся маленькие трубочки, через которые поступает хладоген. Поэтому даже в плюсовую погоду лед на поле не тает, и каток может работать до апреля. Кстати, этой ледовой арене уже около шести лет, и она считается самой большой на юге России. Все замечательно, все круто. В нашем городе, на самом деле, одни из самых лучших катков. Мы сюда очень часто приходим. И теперь будем, конечно же, все зима, все круто. Мы всегда будем здесь отдыхать. И вообще, спасибо Ставрополю за это. Преобразился не только каток, но и холл, кафе и, конечно, место, где хранятся коньки. Василий, сотрудник ледовой арены, рассказал, что здесь около тысячи пар коньков. Ежегодно они обновляются, раз в месяц затачиваются и постоянно обрабатываются антисептиком. Размеры найдут и на дюймовочек, и на самых рослых мужчин – от 28 до 46. Хоккейные и фигурные коньки. Разница у них какая? На хоккейных идет полукругом лезвие впереди. На фигурных идет зубчик. Это у них разница. Но девушки привыкли у нас называть их женской фигурной коньки. На катке часто организовывают игры и соревнования. Также здесь проходят занятия по фигурному катанию и хоккею. Этот каток отмечают многие в Ставрополе особенные. А все потому, что находится он под открытым небом и в лесной части краевого центра. И, кстати, для информации отметим, что работает он с 10 утра и до 11 вечера. Анна Кривецкая, Иван Фильянов, Ставропольское телевидение.